всех приветствую спасибо за внимание молодцы что пришли те кто приехал вчера поздно и не выспался я открываю фестиваль у нас будет в основном ну я постараюсь что практике было больше было поинтересней и вы взбодрились в первый же день сразу посвящено пранаяме праная мы это очень широкий раздел техник йоги и прежде чем мы будем заниматься я немножко расскажу об основных целях и задачах и обрисую каким образом технически мы эти цели и задачи решаем путем этих выполнения этих упражнений значит в целом у нас йога это управление нашим сознанием нашему нас есть в наличии сознательные процессы и процессы бессознательные и вот этой деятельностью мы пытаемся каким-то образом разруливать вот а качество этого управления но зависит от состояния нашего ума то есть каком режиме на работы находится наше сознание от этого будет зависеть насколько удобно им управлять из этого режима и зависит также от инструментов то есть с помощью которыми мы этот процесс управления осуществляем вот и пранаяма находясь на стыке между хатха и раджа йоги с чем она работает она собственно работает с этими двумя вещами с режимом управления то есть нам нужно уметь его как-то произвольно менять и входить в тот режим когда управлять нам легче собственным умом вот и второе это качество ну во первых какие существуют режимы и какие качества ума для этого необходимо развивать в йоге в целом то что называют практиками медитациями вот обобщенное слово есть санскритская бхавана два режима если в чистом виде их выделить один режим это режим концентрации или сосредоточенного сознания и второй режим это созерцание наблюдения процессов деятельности ума сразу надо сказать что в чистом виде в таком рафинированном этих двух режимов не существует потому что когда мы сосредотачиваемся мы как минимум осознаем когда отвлекаемся то есть уже имеем некоторую мета когнитивность способность наблюдать за психическими процессами не за всеми но тем не менее момент когда мы отвлеклись от объекта концентрации мы вполне осознаем и возвращаем внимание к этому объекту вот и техники пранаяма они в общем то как и техники асан тоже в какой-то мере только наверное более тонким образом способствует равновесию нашей нервной системы у нас нервная система устроена так что есть высшие психические функции функции нашего сознания память воображение и так далее вот и есть низшие психические функции то есть то что называют вегетатис от слова растения вегетативная часть нашей нервной системы вот и от ее состояния будет зависеть то насколько произвольно мы можем управлять процессами высшей психической деятельности а поэтому связи с особенностями работы нашей нервной системы ну и различных других систем организма мы можем выделить в практике пранаяме три этапа которые характерны тремя корпусами техник мы эти три этапа как раз сегодня и три корпуса техник но такой обзор по ним проведем практический первый корпус техник это техники подготовительного этапа на сегодняшней тренировке они будут представлены в виде тонизирующих и очистительных техник ну обычно в этот корпус техник входят шаткармы очистительные крии значит задача какая подготовить дыхательную нервную систему в дальнейшей практике ну естественно с дыхательной связанные системы пищеварения и системы кровообращения вот и сейчас у нас нет задачи подробно рассматривать все физиологические эффекты поскольку их довольно много и нам не хватит даже трех часов которые отведены на занятия двух с половиной то есть задача привести в некое оптимальное состояние наши верхние и нижние дыхательные пути и научиться произвольно управлять дыхательным процессом в начальном этапе вот это произвольное управление оно вообще характерно для хатха йоги в целом все процессы жизнедеятельности которые могут протекать без нашего участия то есть это изменение мышечного тонуса движения тела процесс сердцебиения кровообращения процесс дыхания процесс пищеварения вот общая особенность всех техник хатха йоги что мы активно в эти процессы вмешиваемся и с автоматического уровня либо на полуавтоматический либо на полностью управляемый уровень их переводим вот таким образом мы вмешиваемся в непроизвольные телесные процессы задаем им какой-то ритм и выражаясь традиционным языком воздействуем на движение жизненных ветров или прана ваю поскольку функции прана ваю проявлены его вполне известных и понятных физиологических функциях и таким образом мы можем иметь ну объективизацию объективные маркеры изменений которые происходят с телом во время практики то есть понимать что с нами происходит вот и техники первого этапа они направлены на то чтобы несколько основных задач первая задача это гигиеническая своевременное удаление отходов жизнедеятельности тела чтобы они не вызывали различных заболеваний различных расстройств вот второе это развитие произвольного управления дыхательной системы то есть мы должны научиться владеть нашими дыхательными мышцами основными вот пожалуй все к чему это приведет объективно это приведет увеличению жизненной емкости легких и к навыку управлению дыханием базовому то есть мы можем в итоге поддерживать произвольный дыхательный ритм достаточно долго вот и не испытывать при этом каких-то трудностей какого-то дискомфорта вот второй этап здесь мы уже работаем больше с дыхательным центром то есть приучаем его скажем так приучаем себя оставаться психически расслабленными в условиях стресса гиперкапнического или гипп или гипоксического то есть в условиях физиологического стресс который вызываем задержками дыхания то есть и основная задача опять же признак того что она решена что мы можем терпеть достаточно длительные задержки то есть терпеть дискомфорт который возникает но без дискомфорта ментального вот на самом деле поскольку основной расход кислорода осуществляет наш мозг показателем того что человек достиг каких-то успехов продаями это способность успокоить ум в процессе занятий дыхательными упражнениями то есть это такая внутренняя субъективная компетенция вот и каким-то образом уменьшить количество непроизвольных ментальных процессов то есть увеличить уменьшить потребление кислорода мозгом вот это второй этап и здесь что характерно здесь если на первом этапе у нас характерно очистительные техники гипервентиляционные брюшные манипуляции и так далее на втором этапе характерно доминантность работы с устойчивым дыхательным ритмом в которые включены задержки дыхания то есть это всякие пропорции самовритиве самовритие вам в общем то известная вот и основная часть практики доминанта смещается вот на эти техники вот и третий этап на самом деле техники и 2 и 3 этапа они могут присутствовать уже и на первом этапе если человек физически способен их выполнить но в разных пропорциях на третьем этапе техники сенсорной депривации больше доминируют то есть здесь мы смещаем акцент уже на развитие нашей способности управлять вниманием то есть каким-то образом фокусировать его на внутренних объектах распределять его искусство достаточно то есть здесь фактически тренировка характерная для раджа йоги производится но с одним отличием что при этом все это накладывается на произвольный дыхательный ритм вот и того мы можем основные компоненты праная мы перечислить то есть первое это произвольное управление дыхательным процессом дыхательный ритм на это на ну естественно технически как это осуществляется это контроль вдоха и выдоха определенных ритмических пропорциях и контроль задержки задержка как известно у нас поддерживается банками то есть с одной стороны банки это прямые рефлекторные приемы которые влияют на тонус вегетативной нервной системы в основном сторону доминанты парасимпатики вот когда у нас замедляется метаболизм замедляется сердце вот то есть процессы расхода жизненной энергии уменьшаются вот и с другой стороны банки это способ искусственно управлять дыхательными мышцами их тонусом и перераспределять движение крови то есть они мощно влияют на процесс кровообращения и собственно в этом тоже особенность такая физиологическая которым обусловлен целый ряд эффектов влияния на сердечно-сосудистую систему что мы можем улучшать кровообращение многими достаточно приемами без нагрузки на сердце то есть это и работа грудной клетки дыхательных мышц и экскурсия движения диафрагмы это изменение газового состава крови когда углекислый газ накапливается мелкие капилляры раскрываются и улучшается тканевый кровоток то есть гиперкапния обеспечивает лучшего лучшее тканевое дыхание то есть лучшую поставку питательных веществ кислорода в клетке я говорил о компонентах вообще что определяет паранаяму и так произвольный дыхательный ритм который поддерживает произвольные пропорции вдоха и выдоха задержек и банки следующий элемент это дришти дришти уже относится к более тонким приемом управления вниманием то есть на какой-то момент вам становится привычным дыхательным ритм и ваше внимание начинает отвлекаться вы начинаете думать о чем-то посторонним то есть любое действие в начале у нас непривычное действие вызывает акт произвольного внимания в какой-то момент она становится привычным мозг привыкает и внимание становится произвольно непроизвольным то есть когда вы новую позу осваиваете или новое движение сначала вам нужен весь объем вашего внимания чтобы сфокусироваться потом вы привыкли и тело делает его на автомате и ум начинает отвлекаться внимание рассеиваться у нас же задача все время поддерживать такие условия чтобы наше внимание тренировалось в плане произвольности вот и осваивая новые навыки это как как матрешка до которую мы все время новые оболочки надеваем то есть когда вы освоили произвольный дыхательный ритм задержками вводятся дришти дришти это управление мелкими глазодвигательными мышцами вот одна особенность у дришти что когда мы глаза держим в каком-то заданном положении уменьшая количество микродвижений глаз уменьшается поступление информации в те отделы мозга которые связаны с зрительным восприятием вот поскольку глаза делают до 20 микродвижений в секунду вот и весь этот объем зрительной информации мозг постоянно обрабатывает когда мы фиксируем их в каком-то заданном положении одни глазодвигательные мышцы часть их напряжены другие расслаблены глаза двигаются меньше и собственно выполняя дришти мы никуда не смотрим а именно фиксируем глаза то есть это дополнительная точка контроля такая вот ну считается что опять же любое произвольное действие это влияние на движение прановая на движение жизненных ветров и дришти также влияют вот когда дришти становятся привычными то есть это тоже произвольный акт о котором нужно помнить в какой момент куда направить глаза и ваше ваш объем внимания будет на это распределяться вот следующий этап это наверное приемы аудиализации то есть это место мысленное пропевание биджи мантр вот здесь два варианта это однослоговые мантры или более продвинутых до этапах применяются матрики многослоговые сложные мантры которые являются как бы они определяют пропорции дыхания пропорции задержки сколько-то слогов вдох мысленно вы произносите сколько-то задержка сколько-то выдох вот это зависит уже вот конкретной традиции какие там будут применяться вот и наконец следующий элемент это внутренняя ротация внимание она двух типов бывает бывает с визуализацией когда представляют какой-то объект конкретный а бывает без визуализации то есть просто вы направляете внимание по какой-то траектории внутри тела наиболее частый пример это чакра дхарана когда по точкам соответствующих положению чакр внимание перемещается и поскольку объеме существует концепция энергетических каналов ну всем известная да их много семьдесят две тысячи двенадцать основных три самых главных и до пингала и сушу на вот и связано считается что движение в аю выйди и в пингале окрашивает наш ум тем или иным образом считается что в интровертности в экстравертность то есть когда энергия направлена в правый канал солнечные мы более экстравертны и присутствуют больше процессы сознательные вот и наоборот когда выйду направлен то больше бессознательное воображение ну то есть главное отличие здесь что мы по-разному обрабатываем информацию приводит аналогии в общем-то достаточно интересные с особенностями работы правого левого полушария что право левое полушарие оно дифференцирует поток информационные выделяет из него какие-то доминанты важные которые нужно то есть придает структуру а правая не не дифференцирует таким образом то есть право это художественное восприятие музыкальное или еще что-то когда присутствует многозначность одновременно ну пример тому язык поэзии когда одна фраза или ряд фраз она может истолковываться совершенно по-разному разными людьми вот это и многозначности есть в любом искусстве музыку каждый каждый понимает что музыкальные произведения окрашены каким-то настроением но что человек представит при этом вот это и есть многозначность а в математике многозначности нет вот это разница между тем как мы обрабатываем информацию и зависит от этого будет доминировать правое левое полушария а с точки зрения йоги энергия будет направляться нашего внимания в один или в другой энергетический канал но это проводя так сказать параллели вот и задача еще техник второго этапа да это наде шутки так называемое течение каналов нади чтобы сразу было понятно о чем речь что это значит каналы нади данном случае задействованы в процессе восприятия вот и качество управления зависит от к скажем так условно говоря их чистоты ну во первых связанная с органами чувств наше восприятие и от потока информации от стимуляции органов чувств будет зависеть справляемся мы с этим потоком информации то есть адекватно его обрабатываем или неадекватно то есть как окрашивается наш ум благодаря этой чувственной информации зависит от того как мы на нее реагируем вот этот поток чувственной информации от органов чувств осязаемые то что мы обоняем видим слышим он может быть избыточным может быть недостаточным то есть если сенсорная информация избыточная то ум становится притупленным но сначала возбужденным в состоянии ажиотации падает а в состоянии возбуждения или в состоянии тупости мы менее способны к концентрации менее способны к произвольному управлению вниманием то есть выделить из этого информационного из информационного поля какой-то один объект и сфокусировать на него внимание нам становится труднее или на какой-то деятельности внутренней сфокусировать внимание нам становится труднее и либо возникает от как бы бомбирования такого органов чувств синдром дефицита внимания гиперактивность либо следующая фаза тупость ну для примера если смотреть сериал всю ночь вот наступает такое состояние очень просто даже не всю ночь даже весь день тоже можно недостаточная сенсорная стимуляция это когда мы наоборот полностью лишаем органы чувств нашей нормальной стимуляции то есть находимся в сенсорной изоляции и тоже это вызывает в общем-то психические расстройства и то и другое если постараться в течение суток вызовет у вас расстройство вата души и рано или поздно психические отклонения это кто к чему склонен поэтому есть такое понятие правильное питание органов чувств это кстати из-за юрведы и это касается тоже йоги то есть не должно быть избытка сенсорной стимуляции не должно быть недостатка и в том и в другом случае мы создаем условия в которых управлять нашим умом становится труднее другой вопрос что мы конечно можем если мы всю жизнь тренируем эти качества к самоуправлению мы можем так сказать и в экстремальных условиях не терять осознанности но с другой стороны лучше создавать условия более благоприятные потому что если мы создали какие-то неблагоприятные условия это же от нас зависит смотреть сериал или нет это тоже компетенция управления сознательного вот и чем определяется процесс нади шутхи очищение каналов нади то есть это вовсе не обязательно нади шотхана которая как считается уравновешивает работу правого левого полушария то есть эту доминанту выравнивает это в принципе все проноямы с произвольным ритмом где присутствуют простейшие психотехники присутствует там аудиализация визуализации и так далее признак очищения каналов нади что вы у вас есть желание заниматься и вы это регулярно делаете вот и способность так сказать ну быстро думать то есть да это субъективно конечно да что если нади очищены то и любые новые навыки мы приобретаем быстрее и то что уже имеем используем эффективнее ну и третий этап или техники третьего этапа условно говоря техники сенсорной депривации здесь акцент сдвигается задержки дыхания если на втором этапе условно говоря мы добиваемся сильного изменения газового состава крови у нас два изменения там может быть от задержек накопление углекислого газа гиперкопния и если мы очень тренированные люди и применяем особые дыхательные ритмы дыхательные пропорции можем заходить иногда в легкую гипоксию то есть дефицит кислорода в крови снижать оксигенацию крови сразу скажу что это довольно сложно надо быть достаточно тренированным человеком и определенные специфические пропорции использовать если вы возьмете пульсоксиметр и померите себя там нади шотханы вы вряд ли добьетесь ну а ну лом и вилом и вряд ли добьетесь гипоксии уже мерили много раз ни у кого нет то есть это длительной задержкой со входом в зону сильного дискомфорта добивается вот такая задержка в тренировки делается однократно в конце обычно с шан мукти мудрый или с йони мудрый вот некоторые люди ну высоко тренированные то есть у йогов таких у нас попадалось то есть один на 10 человек или на 15 на курсах пранаямы я их давно веду мы периодически делали пульсоксиметрию там с нади шотханы но так люди старались сделали максимальную для себя пропорцию и если вы ограничиваете то есть легче с задержкой на выдохе то есть добиться в этой эффекта чем задержкой на вдохе то есть снижение оксигенация идет быстрее вот и тут что нужно понимать что есть определение гипоксии нагрузки и гипоксии так сказать ну патологической которая ткани будет повреждать что такое гипоксии нагрузки это когда у вас оксигенация крови снизилась на время и возвратилась к норме сразу на самом деле ну норма это когда насыщен гемоглобин кислородом больше чем на 95 процентов до все что ниже 95 условно считается уже гипоксией все что ниже 90 можно сказать что вы уже как-то существенно начинаете опускать ну там фридайер вам скажу что ниже 80 там еще не гипоксии у вас вот по своему опыту то есть когда специально я делал определенные техники мы кстати сегодня делать будем вы потом можете поэкспериментировать с пульсоксиметром то есть у меня максимум на 84 опускалась и ненадолго а так где-то все время это в районе 89 90 вот но это что значит на несколько секунд у вас опустилась на 10 и опять поднимается до 100 то есть и гипоксии нагрузки чем отличается в том что это у вас не не от потери крови или не от заболевания верхних дыхательных путей хронического то есть когда развивается клиническая гипоксия ну у маленьких детей например может развиваться во сне при заболеваниях верхних дыхательных путей признаки того них под глазками синеет если такие признаки есть у ребенка синее лицо часто при бронхите бывает когда болеет кашляет или при гайморитах отитах когда там все отечное он через рот дышит вот это признак что на самом деле есть гипоксия и она длится же долго на длится часами это влияет на скорость развития мозга ребенка потому что именно нервные ткани наиболее чувствительные и на самом деле в параноями у нас основной режим гиперкапнический а он в этом смысле для здоровья для мозга очень полезен потому что кратковременная адаптация к задержке как она выражается физиологически что первое расширяются мелкие капилляры а второе если можем дольше терпеть задержку происходит централизация кровотока то есть периферии кровь уходит централизуется больше становится в легких сердце и головной мозг больше всего получает нас организм устроен так что питание мозга превращать прекращается в самую самую последнюю очередь вот и фактически когда мы заходим в зону гиперкапния и долго в ней находимся все это улучшает мозговое кровообращение особенно если мы специальные пропорции дыхания для использования вот ну и третий этап собственно это техники в которых присутствуют все элементы управления вниманием то есть это дыхательный ритм и как правило здесь уже не обязательно нам долгая предельная задержка поскольку сложная достаточно внутренняя психическая работа производится это ритм банхи дришти ротация внимания внутренняя и аудиолизация все это осуществляется одновременно вот и в этом смысле да это сенсорная депривация то есть там имеет место процесс протихары отвлечения внимания от внешних объектов фокусировка его на неких внутренних объектах и скажем так нам важно не только сфокусировать нам важно установить внимание на этом произвольном внутреннем процессе который мы осуществляем вот и когда это начинает происходить это называется тхарана сосредотачивание внимания как бы собирание его также протихара имеет две стадии внешние когда мы перестали отвлекаться на внешние объекты и внутренние когда нас не беспокоят воображаемые объекты воспоминания внешних объектах или планы на будущее касательно этих внешних объектов вот и в какой-то момент если мы достаточно долгий промежуток времени процесс поддерживаем процесс режим вот этой сосредоточенного внимания сосредоточенности то наступает тхьяна растворение в этом процессе то есть когда ну то есть состояние что обычно мы отделяем до субъект и объект то есть наше внимание на шум я сосредотачиваюсь на чем-то в какой-то момент наше внимание растворяется в объекте сосредоточения вот и для этого существуют внутренние психические маркеры то есть один из маркеров это состояние телесного удобства сухо до легкость и покоя ментального уравновешенности и второй маркер возникновения элемента восторга приятно это тонкого восторга ну сравнивают часто с тем типом восторга который возникает при восприятии произведения искусства восторг